Всем привет! Мы продолжаем прохождение Mass Effect 2. Мы прилетели обследовать корабль Нормандии, обследовать следы крушения Нормандии. Тут такая музыка жуткая, как на корабле коллекционеров. На памятник поставили Пресли и другим погибшим. Найти погибших членов экипажа. Можно собрать информацию, чтобы родственники погибших успокоились и не искали больше. Копавшие жетоны. Вот этот жетон лежит. Не пойму, где молочек у меня. Сверху выписали. Вот. 12 опыта за каждый жетон. Нужно их всего 20 собрать. Джокер, который нас хотел угробить. Но у него ничего не получилось. У нас 9 жизней, как у кошки. Так что план Джокера провалился. И жутко тут одну бегать. Только что товарища нельзя взять. Еще 12 опыта. Ну а тут нужно коробки расстреливать. Каждый уголочек внимательно рассматриваем. Тут бывает глюк. Иногда. В игре. Я читала такую. Не только у меня было. В прошлый раз, когда собираешь все жетоны, не отображается что-то выполненное задание. И адмирал Хакет или кто-то не благодарит нас за то, что мы помогли ему. Такое бывает. Так что не переживайте. Можете просто забить. Ну или переспустить миссию. Если получится. Чтобы этот глюк пропал. 150 нулевого элемента. Хорошо, если бы можно было напарников брать не по двое. Хотя бы по четверо. Вот это была бы компания. Ну вот я помню взрыв. Там такой был. Смачный. В Анармаде аккуратненько раскидано по корпусам. Здесь сидел Джокер. Все аккуратненько сохранилось вместе с креслом. Это у нас Мака что ли? Ностальгии особой у меня нет по нему. Это так выматывало постоянно по этим холмам на нем ездить. Хорошо, что убрали эту функцию. Исследовать планеты на Мака. То, что здесь. Такой. Не знаю как называется. На чем мы здесь летаем. И обследуем планеты. Мне тоже как-то не особо нравится. Потому что нужно разгоняться и отталкиваться в воздухе. Он не может держаться долгое время. Поврежденные данные. Поговорить с капитаном об этом. Повреждено. Всех этих проклятых пришельцев на борту лучшего корабля Альянса. Не доверяй я им. Проклятый Азарий. Икварианку. Что здесь Шепард устраивает зоопарк? Это наверное Престли. Или Эшли. А да. Штурман Пресли написано. Похоже у нее какое-то поломничество. Пытается что-то притащить на свой корабль. Не понимаю я ее. Еще поврежденные данные. Как слеп я был все это время. Я пошел на борт считая человек венец эволюции. Во всей галактике. А теперь он считает что. Без разницы сколько у него рук. И какой цвет кожи. Он так ко всем привык. И уже по другому стал к ним относиться. Когда мы прошли первую часть видимо. Беда так сказать. Людей собирать вместе. Они становятся дружнее. Вот. И на Нормандии. Очень много воспоминаний. Общих. Шлем. Нашли. Шепард. Н7. Он у нас будет теперь в каюте красоваться. Звучит. Убийца. Он выясняет. Бесстрашный шепард такая. Одна по планетам. Бегает. Я бы побоялась. тут одна. Кровь в жилах стынет от этой музыки. Кто писал музыку для игры, они вообще поработали даже не на 5 с плюсом. Наверное, на все 10. Потому что саундтреки во всех трех играх получились изумительными. Там вроде бы что-то пропустила я. Коробка. Как вот это вообще все дело в коробках-то оказалось? Типа под коробками. По каждому жетону под коробкой. Двенадцать собрано. Я уже думала, я все двадцать собрала. Где их еще тут искать-то? Я хочу уже закончить с этой миссией. Вот здесь мы как раз последний раз с Аленко виделись, когда Шепард пожар тушила на корабле. Увиделись. И слава богу, если не увидимся больше. А, потому что Шепард и Саленко очень расходятся в мнениях. сложно общаться. Просто Шепард с своим напарником проявляет снисходительность. Некоторую сдерживает себя. Так во время боя, конечно, она отличный командир вот так в общении старается не показывать своих эмоций. Ну, вот раньше так было на первой Нормандии. Сейчас они уже больше дружны стали. Эшли. Ну, вот, честно сказать, я не особо скорблю, потому что Эшли выбрала, дала ей погибнуть. Она была расисткой, постоянно осуждала другие расы, когда людям очень многому можно поучиться. И другим расам у людей чему-то можно поучиться. Так что не людям осуждать другие расы, когда они сами очень враждебно относятся ко всем. Наоборот, всем как-то нужно стараться искать компромиссы, иначе как можно существовать в такой огромной галактике? Всех не уничтожишь. Галактика, она вообще бесконечна. Сколько солнечных систем в галактике. Так что Вселенная, она разумная, все что ли собрала? Да. Вот мы все собрали. Ничего тут не пропустила. Хочу уже вернуться на Нормандию вторую. Это у меня прямо угнетает эта планета холодная. Интересно, Шепард тепло в этом ее костюме в броне. Что у нее там подогрев какой-нибудь есть? Система подогрева? или просто костюм сохраняет тепло внутри? Ну, либо в первое, либо в второе. все отбежало. больше ничего не вижу. Все, полетели. Хватит нас убить. Мерзлые планеты. все, что мы хотели, мы здесь нашли. Мы становили память. Я думаю, что семьи погибших на Нормандии хотя не знаю, будут они вообще летать сюда, чтобы вспомнить погибших просто так для того, чтобы если кто прилетит, видел и помнил. Если они нашли крушение, куда Нормандия упала, почему Альянс ни разу туда не слетал и за все это время еще не поставил памятник. они ждали, пока Шепард два года пробудет в коме, потом очнется и закончит все их дела. Командир, вы получили новое сообщение в терминал Я заброшу Зайд в рецентль. Он очень персонаж. Важно, и строй он видит, он неприятненько хорошо ajustен. Но я не хочу быть с ним. В общем, как могу помочь, Командир? Есть что, что нужно знать? Вы не читали сообщения Какие цели благородные? Сказала бы я про тебя. Коялья. Ее зовут. Чем-то. Крошки собаки. Она же психолог. Она должна разбираться в людях. А не быть. Не буду говорить, Кен. Наиленой. Позаботьтесь о Гарусе. Нала Батлер. Мой муж служил в отряде Гаруса. Я не знаю, рассказывал ли вам Гарус о том, что случилось с ним. И сама не знаю подробностей. Мне известно лишь, что муж умер в ловушке. Построенная каким-то ублюдками из банды. Я знаю, что Гарус винить себя. Он считает своей личной оплошностью за это. Мой муж ни за что бы этого не хотел. Он гордился службой в отряде Гаруса. Он отвоевал Омегу у бандитов. Он погиб с честью. Погиб в бою. Я скучаю по нему. Господи. Я бы все отдала, лишь бы вернуть мужа. Теперь вы его командир. Прошу. Если можете, помогите ему избавиться от чувства вины. Так, все, натыкаюсь на проект «Повелитель Адмирал Хакет». Мы полагаем, что найденные результаты сканирования системы Амады заинтересуют вас. Альянс хочет почтить память Нормандии и воздвигнуть памятник. Вот мы это сделали. Нашли 20 жетонов. Поздно. Я прочитала сообщения. Ну, ладно. Альянс благодарит вас за предоставление, найденное на месте падения Нормандии, информацию. Если вам пришло это сообщение, значит, вы задание выполнили. Встреча с Касуми Готто. Шепард. Затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку Касуми Готто. И убедите ее поработать с вами. Отправляйтесь на цитадель в район Закера. Пароль молчания золота, нужно сказать, когда мы ее встретим на цитадели. Все зашифровано. Касуми. Касуми тоже такая болтушка, сплетница. Вот эту фразу он будет до конца игры повторять. Может быть, как-то он что-то скажет после каких-то глобальных событий. Мы будем периодически подбегать, спрашивать его, чтобы не пропустить. Мало ли. Жалко, вот с Джокером нельзя закрутить роман. Такой интересный персонаж. Неглупый. С чувством юмора. Драматический модуль, прототипы. Тут у нас еще ничего не открылось. Надо опять ресурсы собирать. Да-да-да. Че, они молчат? Я ждала, что они будут говорить. Они увидели командира и сразу притихли. Зря летела, зря ехала на лифте. Зря бежала. Вон там у нее еще фотография Кайдена. Я бы ее уже убрала. Но наш герой еще память о нем последнюю хранит в сердце. Наверное, последнего разговора ждет все. за два года многое могло измениться. Пойдемте поговорим с Гарусом. Может, после этой миссии он нам что-то новое расскажет? Ну, вот это у меня усовершенствование. Орудие Теникс мы поставили. Тут те же фразы. Думаю, может, что-то новое появится. Конечно, где еще может быть Гарус? Как мне калибровать оружие? Калибрейшн. Его любимая фраза. Как у Ляры. О богиня. Командир. Что я могу сделать для тебя? У тебя есть какие-то идеи для потенциальных апгрейдов, которые мы могли сделать? Некоторые идеи, да. Да, возьми. Вы заметили Миранду как-то. И она, конечно, не лояльна. Помягче стала общаться после пути свободы. Улучшенный сканер минералов. В системе корабля интегрированная технология планетарной разведки. позволит совершить качественный скачок. Что тут у нас? В айси. Си Айси. Джейкоб! Улучшения. Некогда болкать. Некогда болтать, вместо свободы. Командер, Командер. В орден, твоя очередь. Ну, мы тебя извинили, мы подождем. Кодекс, технология. Технология планетарного наблюдения Аргус позволяет совершить качественный скачок в съемке поверхности планет. Технология запатентованная. Развернув геостанцию, анарную сеть из ста, радио... Это сложно выговорить. При минимальной скорости построение изображения Аргус может достигать невероятного разрешения. Это все на научном языке. Сферическая форма сети обеспечивает более высокую точность. Море теней на 100% мы изучили. Будем знать, что сюда нам больше не нужно возвращаться. В пределы Смар. Куда нам... Слетать-то? Даже не знаю. Может, на Илью он тогда отправится за Тейном и Самарой? Посмотрим, что у нас здесь. Вот у нас какое-то побочное задание. Отключить зараженную сборочную линию. Думаю, это задание очень долгое и сложное. Давайте отправимся туда. Феминистая и безводная планета Капек. Кстати, есть такой фильм. Планета Капек. Какая-то у нас аномалия. При сканировании поверхности был обнаружен комплекс по производству роботов, судя по регистрации, принадлежащий корпорации Ханник Хеддер. В здании находится состояние аварийной консервации. Посмотрим, что же там за завод такой. Ну, кого бы мы с собой возьмем? Гарус? Джейкоба, что ли, взять? А то он у нас уже запылился. Ну, как раз перегрузка у нас. Два очка мы прокачали. Так, зажигательные патроны мне нравятся. Посмотрим, что у нас здесь с оружием. У него плазменный дробовик гетов. Не знаю. Не очень мне он нравится. Давайте ему катану поставим. Ну, у Гаруса все как было. А у нас можно изменить. Ничего нельзя изменить. Ставим как есть. Опять какой-то мрачный завод среди, не знаю, каких-то пещер, каких-то скал. Пробраться на завод. Задание нам написано. Где-то в этом комплексе возник вирус ВиАй, поразивший роботов. Остановить производство роботов. Ну, а роботы опять взбунтовались. А нам разгребать эту кашу. Чтобы они не нанесли еще большего ущерба. Хотя, куда они могут выбраться с этой планеты? Нас кто-то уже встречает. Нас встречает робо-пес. Что плохо с этими псами? То, что они не будут там в сторонке ждать. Они атакуют. Сразу же. Бегут вперед. Поэтому с ними нужно расправляться очень быстро. Не заметили, как я Шепард прокачала деформацию? У него очень мощные такие удары теперь стали. Не то, что в начале игры. Ну, и враги у нас становятся тоже более опасными. Если мы прокачиваемся, то и враги тоже у нас становятся более сильными. Тут такое необычное место какое-то. Прямо для каких-то раскопок. Посмотрим, что у нас здесь. Жалко, что нельзя пробраться куда-то еще посмотреть. Что у нас там. Ну, пошлите тогда внутрь этого завода. Как видите, тут уже всех убили. Давайте соберем все, что у нас здесь есть. Так, внимание, протокол отзыва модуля. Наш новый поставщик, микросхем, сообщил о немедленном отзыве модуля сдерживания. Ну, вот это вот модели роботов, которого, как выяснилось, приводят к регулярным поломкам связных с ним компонентов. Довожу до вашего сведения, что мы потеряли контакт с Корсикой. Ну, вот этот корабль, который мы обследовали. Обломки корабля. Надеюсь, с вами все в порядке. Ну, вот они тут. Доктор Таларасан. Я получаю доклады о том, что роботы сходят с конвейера и нападают на рабочих. Мы стараемся держать ситуацию под контролем, но как долго это будет у нас получаться, неизвестно. Как видите, у них не получилось. Их убили всех. Я отдаю себе отчет, что таким образом вы остановите, оставите меня и всех оставшихся внутри рабочих наедине с неисправными роботами. Прошлые вами приказы не отменяются. Ну, вот видите, нас робот Локи с той стороны уже встречает. Мы по-быстрому блок данных взломаем. Как не кстати. Постоянно эти блоки данных мешаются. Время только отнимают. Вот три 750 кредитов мы взломали. А вот странно. Стекло разбито. Я думала, мы можем сразу вот в ту комнату пройти. Нет. Нам нужно в обход идти. Ну, пошли все тогда. Кучину страстей, так сказать. Обнаружено там, чего там нужно. Я нашел Азари доктора Талараса в коридоре, в идущем конвейеру. Вот он убит. Я поставил доктора в безопасное место и направился на склад. На складе здесь довольно пустынно. Я вижу пультовую прямо над хранилищем. Значит, нам нужно туда, к хранилищу, пробраться. Там, видимо, отключается конвейер по производству роботов. Ну, вот эти вот роботы нас встречают. Смотрите, да. Прямо штампует этот конвейер. Без перерыва нам нужно в темпе, в темпе их убивать. Иначе они заполонят тут все. И мы вообще отсюда не выберемся. Хорошо, пусть он там обладается с этой стенкой. И прямо отсюда будем их отстреливать. Подойдем поближе. Хорошо, хоть нас Неймир встречает. Уже радует. Одни проблемы с этими машинами и ВИА. Люди их для защиты создают. Они то и дело... У них какой-то сбой в системе. То вирус попадет, то еще что-то. Больше потеряют людей своих, чем защитят кого-то от этих роботов. И мест для работы СБЦ будет больше. То роботы скоро так людей вытеснят. Там будет проблема не только с жнецами. Смотрите, как они оттуда массой выходят. Из-за того поворота. Не заканчиваются. Они подпускают меня поближе. Под деформация у нас и мощная. Все равно недостаточно, чтобы убить одним ударом робота. Потому что уровень очень сложный. Приходится еще пистолетом. Один раз пройтись. По врагу. Теперь надо, походу, делать на пролоботе. Я так понимаю, они не заканчиваются. Не закончатся. Да-да-да. Так, мы здесь ничего не забыли. Надо по мере возможности осматривать тут что-то. Вдруг улучшения какие-нибудь будут. Вот они нас опять встречают. Да, по-другому не получается. Надо их сбивать с ног, чтобы придержать их на какое-то время. На свой страх и риск. И как-то нам нужно пробираться вперед. Вот сейчас мы... Нет. Хотела после этого робота вперед пробежать. И уже за следующей стеной спрятаться. Видимо, задание на скорость рассчитывается. Я не успеваю их убивать. Нам еще выжить бы в такой ситуации. Ну что ж ты не взорвался-то, голубок? Смотрите, у него голубая подсветка. Я думала, я его убила. Офигеть, они меня тут зажали. Лай, взрывайся. Мне все сложно с вами, мои локи. Это очень много. Очень много, я бы сказала. Пробираемся потихоньку. Опасно вперед-то выламываться. Завалит еще. Ну что, Джейкоб, иди вперед. Он нам уступает, это, дорогу, как капитану. Ну, типа, это честь для нас. Но я бы не хотела угробить своего героя. Честно вам скажу. Сохраниться нам не дают. Вообще, когда-нибудь будет перерыв? На чай? Или нет? Перерыв на обед. Гарус, как неудобно тут. Я уже пару раз по Гарусу, по-моему, пальнула. Если так в реальности. Взрывайся, железяка. Ладно. Лежачего не будем обращать внимания. Нам нужно их откидывать. Хотя бы досюда пробрались. Очень много времени ушло. Очень много. Конвейер не перестает их, наверное, штамповать. Может, у него вообще там задано миллионное число какое-то по производству этих роботов. Мы сейчас их должны всех перебить. Все-таки надо было Миранду брать. Я теперь это понимаю. Так уж, взяла Джейкоба. Тихо. Одних и тех же выбираю. Ну что ж ты мажешь, детка. Так, мне это уже надоело. Пошлите уже вперед. А, нет. Да сколько же вас там? И они не взрываются. Нифига. Сколько я по голове стреляю? Они должны взрываться. Они не взрываются. Взрываются. Ага, когда я к ним подошла. Закон подлости какой-то. 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 кошмар честное слово всех убили значит не уж обрадовалась она сказала черт побери это я перевожу но она сказала другое она сказала вместо менять надо было сюда грунта взять он бы на правом раскидал расчистил бы нам путь мы пробрались бы и отключили очень быстро этот компьютер всего трое без укрытий тоже быстро щиты снимают втором ас-эффекте одни глюки да и в первом у меня в принципе все стабильно работал второе глючненько то она в стену врежется зависит то воздухе надоело приводить на цены импатизм у него Давайте, сохранимся на всякий пожарный. Вдруг нас кто-то покрупнее встретит. Остановить производство дефектных деталей. Мы уже поняли. По второй части Шепард выглядит старше, чем в третьей, из-за графики. Должно быть наоборот, но почему-то так получается. У нее здесь вид такой, как будто ей лет 35. Бабка-ягодка опять. Вот, а в третьей части она на свои 29 выглядит. Как и должно быть. 170 нулевого элемента мы получили. Какие-то лабиринты тут длинные. Там какая-то консоль. Давайте посмотрим, что мы там узнаем нового. Надо ее взломать. Играет музыка. Три секунды, и мы должны свалить отсюда, пока не произошел взрыв. Вот мы взорвали завод этой сборочной линии, финансирование Цербера, нулевой элемент получили. Так, новые сообщения мы получили. Давайте посмотрим о горизонте. Прости за то, что наговорил тебе на горизонте. После того, как ты пропала два года назад на Нормандии, я пытался собрать воедино осколки своей жизни. Немало пришлось поработать, чтобы принять тот факт, что я выжил, а ты нет. И просто жить дальше. Друзья вытащили меня из объятий зеленого змея при помощи доктора из цитадели. Ничего страшного, просто пытался заглушить боль и понять, как же мне жить дальше. Теперь я встречаю тебя, и все становится еще сложнее. Ты стояла передо мной, но была с Цербером. Не знаю, что в нас осталось от тех, кем мы были два года назад. Ты хотя бы помнишь ту ночь перед Илосом? Она была для меня всем. А для тебя? За два года? Так много произошло, но я готов забыть об этом. Я так понимаю, это нам написал Кайден. Он раскаивается, что нагрубил нам. Будь осторожна, я навидался смертей на Эдем Прайм, на Вермайере, на Горизонте, на Нормандии. А мне незачем будет жить, если я потеряю тебя снова. Ты же все-таки женщина и должна найти способ остановить коллекционеров. Странный, как странно, ты все-таки женщина. Как будто мужчина не должен был бы. Но не доверяй Церберу, они слишком опасны, береги себя. Может, там он не дописал, ты типа, герой, женщина, спасительница цитадели. Ну, мы с ним не хотели враждовать. Но ничего серьезного у нас с ним и не будет. Так что, хорошо, что все так и произошло. Ресурсы, наверное, нам необходимы новые. Джек хотела поговорить с нами. Ну, давайте дойдем до Джеку, узнаем, что ее беспокоит. Сейчас опять что-нибудь отморозит нам. Ты знаешь, что на нижней палубе поселилась безумная женщина. Если она к чему-нибудь прикоснется, я ее убью. А выше пояса на ней ничего, кроме татуировок. О, наверное, мне надо бы пойти приветствовать ее на борту. А еще она убийца, и способностей не хватит, чтобы стереть тебя в порошок. Да чтоб тебя хватит подкалывать. Вот они постоянно стеблутся друг над другом. Забавные такие персонажи. Ну что ж, у нее, правда, выше пояса ничего нет, кроме татуировок. Но мы ее переодели. Эти очки портят всю картину. Костюм-то так вроде ничего. Знаешь ли ты, как давно все началось? Давайте услышим ее историю. Первое, что я помню в своей жизни, — дверь камеры на базе Цербер. Они проводили эксперименты, накачивали меня наркотиками, пытали меня. Другие дети, все они меня ненавидели, они позволили мне страдать. Такая вот у нее история ужасная. И по ходу дела во всем виноват Цербер. У них много всяких экспериментов над людьми. Боль ломает барьеры разума и позволяет добиться увеличения биотической энергии. Как они вообще позволяют себе пытать детей, ради каких целей, чтобы биотиков выращивать, армию какую-то подготавливают для людей. Но, в общем-то, да, у нее не было выбора. С этим не поспоришь. В этой ситуации она не виновата, что она сильнее других оказалась. И трепала ее. И ее недолгие годы. Сколько ей лет? Лет 25, наверное, не больше. Ну, мы против них пойдем, только попозже. Все достаточно просто. Мы думали, что она захочет кому-то отомстить. Она хочет взорвать ту камеру, в которой ее пытали. Давайте поможем ей. Я подумаю. Выберем время, когда нам удобнее будет ей помочь. Отправляйтесь на Праге. Это вот задание подопытной ноль. Она росла в специальном комплексе, где агенты Цербера подвергали ее пыткам. Нам нужно туда отправиться. Посмотрим, что у нас вообще с заданиями. И выберем нужное время, чтобы выполнить миссию Джек. Хотя бы как-то под событие, что ли. Диалог у нее обновлялся. Нет никаких гарантий психической стабильности Грюнта. А какая вообще может быть стабильность у Крогана психическая? Мне кажется, ее профессии, ее квалификации не хватает для того, чтобы анализировать Кроганов. Сколько у нас всяких заданий, выбирай, не хочу. Может нам выполнить уже это задание вторичное? ДЛС. Вот Адмирал Хаккетт нас просит помочь спасти какого-то доктора Кэнса. Может это нам задание выполнить? Пока у нас здесь не накопилось еще просьб от наших напарников. Или Джек сначала. Давайте посмотрим, какие тут планеты есть в этой системе. Прагия покрыта джунглями, которые в последнее время растут с ужасающей скоростью. Из-за вызванных промышленной мутацией. Длительное проживание на Праге практически невозможно, поскольку мутировавшие порой ядовитые растения могут полностью поглотить новые колонии за несколько дней. Не говоря уже о многолетней перспективе. Как же они там базу построили, если там так опасно проживать? Наверное, глубоко под землей где-нибудь в герметичном помещении. Чтоб никто туда даже и не сунулся на такую опасную планету. Джейкоб. Джейкоб Тейлор. Взять, не взять? Нам компанию составят. Два биотика. Ужасные очки у Джека. Костюмчик ничего так сел. Ну вот очки я техно-стайл прямо. Можно было бы их снять. Я думаю, что в следующей миссии мы уберем этот костюм. Пусть побегает в этой кожаной жилеточке. Гремит так громко вообще. Ну вот у нас Джекс с дробовичком бегает. Видишь посадочную площадку? Она должна быть на крыше, иначе зарастет за несколько часов. Ничего себе. Представляете, какие здесь растения, мутанты за несколько часов могут зарасти. Наш челунок. Успокойся, все будет пучком. Уж она, все в порядке, он вся передергалась. Страшные воспоминания, да, они хуже физической боли. Вот она вся изнервничалась, поэтому. Ничего такой костюмчик, как на ней, да? Не то, что две лямки. Ну хотя бы разнообразие, такая мрачная атмосфера, дождь идет. Мне нравится. Планета Прагия, погубленная чрезмерным ростом завезенных растений, два столетия представлялась патрианской агропромышленности. В результате взаимодействия с геотермальными условиями Прагии и хемотропными микробами, завезенные растения стали настоящим кошмаром для колонистов. Учные, сложные научные эти термины, плохо выговариваемые, вымые, ваимые. Животный мир Праги слишком малочисленен, чтобы сдерживать рост растений. Да уж, животным тоже здесь никак-то не в радость жить с такими растениями, мутантами. Падальщики какие, наверное, только живут. Она хочет вернуться в этот комплекс и уничтожить его. Ну, давайте обследуем эту исследовательскую базу, и она нам сама скажет, где заложить бомбу, я так думаю. Ей нужно осмотреться. Давайте искать вход. Ну и ливень, офигеть. Давайте просто туда проникнем и установим бомбу. Ну, давай, веди нас. Как здесь мрачно и уныло. Так, вы что там? Никогда не была в этой комнате, думаю, они доставляли детей в этих контейнерах. Они были измучены и голодные, но хоть живые. Это невероятно, говорит Джейкоб. Он просто в шоке от тех людей, на кого работает. Ему не верится, что Цербер мог поступать так с детьми. Какой-то блок данных. Давайте все здесь будем взламывать. Тут, наверное, много ценной информации получим. Может быть, Джек что-то новое узнает. И денежки разблокируем. Скажу вам, ребята, если под такой ливень попасть. Я не завидую людям. Призрак снова запрашивает протокол и начинает что-то подозревать. Если все получится, он закроет глаза на то, что мы сделали. Он не узнает. Призрак снова запрашивает. Здешние умники решили действовать по-своему. Тебе хотелось бы так думать, да? Он сказал, что они скрывали от призрака. Да навряд ли. Я думаю, призрак полностью руководил этим всем делом. Может, они специально подставную запись сделали? Теперь машина, теперь сигнализация заработала. Не одно, так другое. Сколько можно-то, а? Не дают мне тут читать субтитры. Он умолял, чтобы я... Хватит уже меня отвлекать. Так заорала, что прямо это... Поглушила меня. Как-то здесь мрачно. А вот и первые враги, с кем нам нужно расправиться. Но они не очень сложные. Главное... Их как-то откидывать и не попадаться в кучу. Они в стаи нападают. Как любые стайные животные, на одну цель нападают и разрывают клочья. Поэтому мы отбежим. Что-то мне мои напарники совсем не помогают. И вообще, где они? Вечно мне одной нужно со всем разбираться. Вот, наконец-то Джек сообразила свою биотическую силу использовать. Долго же она соображала. И все бегут на меня. Здорово. А мои способности вообще нифига не устанавливаются. Все. Свободен. Ну, там вот я видела еще какая-то панель. Или что это? Цель какая-то поговорить с Джек. Похоже на арену. Тут они устраивали бои и заставляли меня драться с другими детьми. Кошмар какой-то. Вот так из детей и подготавливают зомбарей, которые тупо приказы выполняют. Хорошо, что Джек не успели мозги промыть. Она хоть и агрессивная, хотя бы не марионетка. Как у нее вообще зависимость не переросла. Она говорит, что ее постоянно наркотой накачивали. Может, она скрытая наркоманка? Как она вообще от этого избавилась, от этой зависимости? Наверное, без этой наркоты какая-нибудь усталость или слабость в теле появлялась. Ну что ж, мы продолжаем миссию подопытной ноль. Нам нужно найти место, где взорвать бомбу. Так, мы сейчас собираем информацию. Офицер охраны, лаборатория Телчин. Подопытные вырвались. Подопытная ноль вот-вот вырвется на свободу. Мне нужно разрешение на ликвидацию. Всеми подопытные, кроме ноль. Можно пожертвовать. Джек должна остаться живой. Я вырвалась, когда исчезли мои охранники. Это я начала бунт, говорит Джек. Мне нападали дети, на меня нападали охранники. Все нападали на нее. Но выжить должна была только Джек. Они всеми детьми жертвовали ради нее. Значит, мы здесь не одни. Раз кто-то здесь варонов, кроме нас, убивает. Они не одни. Здесь она не имеет нюансы. Девочки Ну вот, и наши гости. Интересно, что они здесь забыли. Тоже какую-то ценную информацию добывают, чтобы продать. Это воин кровавой стаи. Да, они любят поторговаться. Может быть из-за этих растений еще наркотики какие-нибудь делают. Странно, что они здесь забыли. Вовремя успел я убить этого ворка с огнеметом, иначе бы он нас поджарил. Ну вот, Джек как-то высунулась там непрофессионально. Как же так, информация мимо пролетела. Далетела. Так, нужно поиграть в тир. Мы тут, смотрите, как расположены. По одному ворка на каждое окно. Ммм, как они меня задели. Даже спрятаться некуда. Один готов. Еще один остался. Чего-то не попадает. Может, как-то надо по другим углам? Патроны закончились. Все, расправились мы с ними. Неплохо так меня задело. Множество детей даже после смерти их использований для опытов здесь умерло. Я прошла через это все, что можно, но выбрался отсюда живой. Это у нас эксклюзив. Джек. Не все дети смогли выжить. Если ее выращивали и жертвовали другими детьми, она сильнее других. Так что им было с ней не справиться. Тут какой-то обход. Блок данных. Хорошо, что я сюда заглянула. Иначе бы мы пропустили эту информацию. Тут у нас денежки. 3000 кредитов мы взломали. Давайте двигаться дальше. Кто-то руководит всем этим процессом. Как вы помните, вожак кровавой стаи Кроган. Но этого Крогана мы уже убили, когда спасали Гаруса. Значит, здесь еще кто-то заправляет этой группой ворка. Так странно вернуться сюда. Я очень опасная стерва. Я рассержена. Но в то же время она остается маленькой девочкой. Хватит уже нам тут сентиментальности, Джек. Ты нас забиваешь. Она ведет себя как стерва, а постоянно нам напоминает, что она еще маленькая девочка. Точнее, в ней обиженный ребенок сидит с тех времен, когда над ней опыты проводили. То есть, она так и ждет неумышленно, что мы ее пожалели. Хотя прикидывается такой серьезный и не подпускает никого к себе. Офигао, куда он забрался. Деловая колбаса. Думаю, еще немного, Джек, пообщаться с нормальными людьми. И в ней человечность проснется. Еще бы. Сначала опыты, потом она все время сколько сидела. Не от хорошей жизни она такой стала. Они там заглючили, мы воспользуемся моментом. Последний что-то вообще не контачит. Все что ли? Тут комнаты какие-то. Они здесь держали детей. Джейкоб нас спрашивает. Джейкоб мы не можем знать наверняка, но судя по всему, это очевидно, что здесь. Может помимо детей у них еще много всяких подопытных было. У кого они кровь брали, на ком опыта проводили, чтобы потом уже достоверные лекарства вводить. Моя клетка находилась на другой стороне и могла оттуда видеть другие детей. Это зеркальная комната. С одной стороны затемненное окно, а с другой стороны зеркало. Но об этом трюки уже многие знают, так что... Может быть в 90-е годы это было удивительно в фильмах увидеть такую зеркальную комнату. Сейчас уже нет. Я должна была пройти здесь, когда бежала. Джейк говорит, плохое место. Вообще, ну, вся эта исследовательская база плохое место. Где страдали дети. Наверное, все пропитано их негативными эмоциями. Как у взрослых людей вообще рука поднималась. Такие чудовищные опыты проводить. В жестких рукавицах, в ежовых рукавицах призрак всех выдержал. Так что... Даже... Ну, такие поступки людей... Так сказать, сподвиг. Запись лаборатории Телчин. Результаты последнего цикла. Неутешительные, подопытные 1.4.6 погибли среди выживших биотических изменений, невыявленных. Вот этот мужик похож, который на проекте Лазарь вместе с Мирандой нас спасал. Мы понизили ядерную активность, но ли испытания проводиться не будут. Надеюсь, запаса, подобных с педечками, способностями нам хватит. Они детей называют запасами. Представляете? Они проводили эксперименты на других детях ради моей безопасности. Но она не виновата в этом. Не понимаешь, Шепард. Я выжила здесь, потому что была сильнее остальных. Ищи в этом силу. Ты можешь сделать для других биотических детей что-то полезное. Чтобы, так сказать, успокоить свою совесть. Это мы, Джек, советуем. Все погибло, подопытные бунтуют. Ноль на свободе. Мы закрываем Телчин. Мы постараемся внедриться в программу Путь Альянса. Если повезет, то кто? Ноль? Нет. Ноль убила его. Путь программы Альянса – школа для детей с биотическими способностями. Там никто не стезает детей. Все это не так, как я помню. Но она была сбита с толку. Была маленьким ребенком, она могла представлять все не так, как было на самом деле. Из-за излишних эмоций. Да, поэтому очень часто травмы остаются у взрослых людей из-за тех травм, которые были у них в детстве. Все проблемы идут из детства, как психологи мне говорят. Эй, Ареш – это курок. Да, у нас тут чужаки. Если тебе нужны их трупы. Так, ты обещала нам горы добра, а то сплошных вам. Обещала. Там женщины заправляют этим. Хорошо, мы избавимся от них. Я начинаю работу. Вознаграждение обсудим позже. Стоишь у меня на пути. Проклятый Кроган. Какую-то оплату, что-то здесь они ценное вынюхивали. Ну вот, даже бомбы спокойно взорвать не дают. Какую-то рухлядь защищают. Даже здесь нам приходится рисковать своей жизнью. А Шепард, наверное, думала, брать нам побольше пушек или нет. Она даже в магазин за хлебом без пистолета не выходит. Как он взорвался. Вперед. Мы превосходим их как по численности, так и по силе. Но, посмотрите. Оно вам не видно. У меня здесь экран обрезан. Этот Курик Кроган. Барьер у него какой сильный. Войной фиолетовый и желтый. Все-таки какая выносливость нужна биотикам. Ну, ну, как светится. С помощью энергии они пользуются своими биотическими способностями. Вообще, весь мир создан из энергии. Только мне странно, почему они именно темной энергией пользуются для биотики. А вот об этом нам в кодексе не поведали. Из-за того, что у человека больше негативных эмоций, адреналин выделяется при... Притом, когда они валиют. Сражаются с кем-то. Кроган там в гляделке играет с нами. Как прицелиться нельзя в него. Их нужно подавить немедленно. Вот мы о том же подумали про вас. Он в обход пошел, надо отойти. Потому что он специально поближе к нам подходит, чтобы в ближний бой вступить с нами. Нужно быстрее сбить щиты с него. Может, там очень сложно. Так, мы откинем. Так, еще, думаю, пару выстрелов нет. У меня патроны закончились. Да, выбора у нас нет. Придется пушкой коллекционеров добивать. Мы сейчас совсем немножко потратили. Вы все бесполезны, я сам их убью. Ну да, если что-то хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Этой поговоркой пользуются все. Обычно они поздно об этом задумываются. Сначала свои силы тратить не хотят. Но сейчас уже силы на нашей стороне. Так что ты поздно об этом задумывался, Курик. Какой у него стильный этот костюм. Интересно, где окроганы закупаются такими модными костюмами? На цитадели осталась только моя клетка. Но, судя по всему, мы здесь больше не встретим сопротивления. Сейчас нам Джек говорит, что осталась только ее клетка. Я так предполагаю, что, наверное, это за этой дверью. Сейчас мы здесь все соберем. Ну вот, не особо здесь много джунглей. Здесь, конечно, заросло. Какими-то лианами тут. Странными растениями. Тут, я смотрю, кухня была. Но, судя по описанию, здесь вообще должно быть все сплошным. Все сплошно должно было зарасти этими джунглями. И ни одного растения-мутанта мы не встретили, к сожалению. Бывают же цветы-хищники, например. Тоже интересным был бы поворот событий. Так, куриш какой-то нанял кровавую стаю. А для чего, так и непонятно, что они здесь искали. Да не особо он и спрятался, чтобы приходить. Меня зовут Ареш. Вы вторглись в мой дом. Я тебя знаю, подопытная ноль. Пошло столько лет, и я решил, что выжил только я. Он ее знает. Он, походу, делал один из тех детей, над которыми тоже опыты проводили ради нее. Его тоже сюда тянуло. Но зачем он здесь? Он пытается восстановить этот ужасный... Это ужасное место. Как тебе ему удалось сбежать? Мне тоже интересно. Хочешь все начать заново? Ну, прям типичная история маньяков. Их к чему-то принуждали, а когда они вырастают, начинают тем же самым заниматься. Психологическая почва, пзик, сдвиг у них происходит. Вот и он. У него уже какая-то одержимость этим местом. Выглядит он значительно старше Джек, я бы сказала. Ну, не знаю, стоит боли, крови. Но такое место восстанавливать точно не стоит. Ну, не знаю, конечно, что выбрать. Ну, красную, наверное, мы не будем выбирать. Постараемся мне человечность разбудить. Она же хочет измениться, это же видно. Она нам постоянно напоминает, что ее такой сделали. Из-за жестокости она стала такой стервой. Ну, пусть не спешит. У нас есть время. Пусть осмотрится. Отведите Джек в ее старую камеру. Поговорите с Джек. Ну, вот это ее и есть камера. Вот эта вот зеркальная комната. Да, уж как сложно восстановиться после таких психологических переживаний. У меня была ребенка, но не была жалкой. Но взрослый бы и не выдержал. Уж, что с ребенка взять? Ну, в принципе, можно предположить, почему они именно детей-то здесь испытывали. У них больше эмоций. И легче воина воспитать из ребенка. С чистого листа. Так, все уже. Хватит напрягаться. Давай уже взрывай свою бомбу. Научный комплекс на Праге уничтожен. В группе зачистки удалось уничтожить все записи. Не удалось. Открыто новое снаряжение для Джек. Исследовательские способности нужно нам будет прокачать.